Он говорил, мам, ты с каждым днём всё лучше и лучше. Просто фурор. Прямо некогда давление померить на руке. Светлана Михайловна, я ещё хочу на один проект. На подиуме красивые, уверенные в себе женщины в шикарных образах. Но первое, за что цепляется взгляд, это их горящие глаза. Этим и отличаются участницы проекта «Модель Икс», финал которого в очередной раз стал фейерверком красоты и женственности. Того, чего мне не хватало в нашей обыденности, в моей рутинной работе, как я всегда говорю, в серьёзной работе. Мне не хватало женственности, лёгкости, потому что я всегда такая загруженная. И поэтому эту лёгкость я обрела здесь, на проекте. Вообще проект – это просто фурор. Это потрясающие эмоции, это столько радости. Это каждый день проживаешь и думаешь, ну когда этот понедельник, вторник наступит, потому что хочется бежать, хочется идти, хочется лететь. Вот сегодня последний день, у меня даже так какие-то слёзки, так в глазах внутри, но вот прям есть, что этот проект закончился. И у меня такое чувство, что я два месяца была влюблена. У меня вот такой по адреналину, по состоянию, потому что я прибегаю, куда-то бегу, как будто у меня какие-то свидания, мне нужно тряпочки одеть, хорошо выглядеть. Очень отозвалось это мероприятие, очень приятно было поработать с девушками-участницами, видеть, как они преобразились, поймать их эмоции, увидеть, что им понравилось. И, в принципе, я довольна тем, что мы всё-таки осмелились и приняли участие. Преображение шло два месяца. Изменить внешний вид и создать свой образ помогали специалисты по уходовой косметике, визажисты и парикмахеры. Оказывается, я могу моделировать лицо так, как я его хочу сделать. Я могу скульптурировать, я как художник разрисовать могу его. Я могу быть такой красавицей, но вот иногда приходишь и думаешь, о, я помню, помню, чем она там учила. Я сейчас. Это здорово, это прямо открытие. Абсолютно новый подход к прическе. Открыли мне стилисты. Абсолютно новый подход к макияжу. Много чего не знала. Там и тинтам брови, и там вот губной помадой, которая завалялась, можно сделать румяна. И, в общем, вот это скульптурирование лица. Прямо вот это вот какие-то... Ну, прическу мне сегодня девочки сделали львиную гриву. И я приобретаю бесценный опыт, на самом деле, в работе с ними. То есть настолько они... Они же все, как правило, уже достаточно, ну, так будем говорить, состоявшиеся женщины. Со своими, с какими-то запросами, да, со своими, с какими-то предпочтениями. И я вот это тоже как губка от них впитываю, что они хотят. И для меня это тоже очень полезно. На перемены внутренние и внешние повлияли не только встречи со стилистами. На уроках дефиле и блогинга преображения продолжились. Гораздо проще изменить прическу, сменить гардероб, чем подвергнуть изменениям свои взгляды на жизнь. Вот здесь самые важные изменения происходят в голове наших участниц. И я надеюсь, что они останутся навсегда с ними по жизни. Спасибо большое Марьяни Санне, потому что она реально нам научила очень многим вещам. Казалось бы, мы все это знаем, но она вот как бы вытащилась из нас, как бы из глубины. И, ну, скажем так, обновилась, что ли, как бы нас. Женщины на этом проекте, они готовы к изменениям. Принять себя разную и себя увидеть в этом зеркале и с таким образом, и с таким образом. Поэтому я им очень благодарна, что они были с большим доверием к нам. И результат реально получился, мы очень довольны. Важное открытие участницы совершали и в примерочных популярных бутиков города. Десять практик со стилистами помогли девушкам понять особенности своей фигуры, научиться подбирать актуальные вещи, обувь и аксессуары, сочетать их между собой и подчеркивать свои достоинства. Меняется и фигура, меняется отношение к себе. Уверенность у женщины появляется, когда она называет правильное белье, и выглядит нам красиво. Поэтому, конечно, девчонки, когда приходят на мастер-классы, мы и вот в мяч-клуб Светлану, да, они сидят вот с такими вот глазами, смотрят на меня, и потом приходят, когда на примерке видят себя совершенно в другом обличье, это, конечно, вызывает у них расторг, удивление, они потом дальше-дальше приглашают своих уже подруг. То есть каждая женщина о чем-то мечтает, и мы это все прорисовывали. Каждый участник, он был соавтором, вот она свое желание воплощала через руку дизайнера, через карандаш. Вот, а впоследствии это будут интересные изделия. Когда приходят женщины, которые настроены меняться, изучать стиль, это очень полезно для них, и в первую очередь полезно для меня, смотреть именно, что пользуются спросом. Первым критерием в подборе для нас было не только как это сидит на девушке, это, конечно же, всегда очень важно, но и чтобы девушка сама себя видела в этом, воспринимала, и могла это одеть в реальной жизни. Они были разные, эти образы, но в каждом был мой характер. То есть мой характер проявлялся в этом образе, и это было еще круче. Ну, я теперь лучше знаю про себя, что мне, и вот даже сегодня в моей там неполной 70, я в этом сарафанчике, но вроде не бабушка-ромашка. Я рекомендую, на самом деле, своим подругам, как бы уже пояснила, рассказывала, как бы, да, какие-то вещи, и рекомендую всем, ну и думаю, что я еще раз пройду его все равно. Больше всего угодно. Финальное шоу. Дефиле перед публикой и камерами. Но сегодня нет места страху. Проделанная работа над собой, своим имиджем и внутренним состоянием подарила девушкам уверенность. Они знают, чего стоят и на что способны. Любят себя и делятся этой любовью с окружающими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова